Всем привет! Меня зовут Петра Ковыжанна, я практикующий стилист, и вы на моем канале о моде, шопинге и полезных советах. И сегодня я собрала для вас вещи для офиса, немножко для повседневной жизни, естественно, их можно между собой миксовать. А главное, у меня 4 варианта верхней одежды для зимы, они абсолютно разные, есть более базовые варианты, есть повеселее. Но естественно, что у бренда в линейке вы найдете все, и более яркие, и более спокойные варианты. Я обещала знакомить вас с новыми брендами, вот пожалуйста. Сегодня я буду делать обзор на основании вещей российского бренда Макос. Его производство находится полностью в России, чем бренд очень гордится. Все изделия создаются с помощью современных технологий и премиальных материалов. Мне было очень приятно соприкасаться с этими изделиями, они очень тактильные к телу. Я, естественно, обо всем расскажу, соберу, как обычно, образы. Все ссылки и промокоды оставлю под видео. И если вам эта тема интересна, то давайте быстрее приступать. И прежде чем мы приступим к примерке, мне хотелось бы быстренько рассказать, показать вам те вещи, которые я отобрала для обзора. И я взяла для офиса два разных варианта. Первый, более базовый, это полноценный брючный костюм. И второй вариант, яркий жакет. Он даже не малиновый, а очень красивый цвет брусники. У бренда есть полноценный костюм, но мне захотелось взять именно один жакет и соединять его с уже ставшей классикой фактурой брюк из эко-кожи. Посмотрите, как здорово это все будет смотреться. Я вам все это покажу. У жакета состав ткани 70% вискоза, 30% хлопок. Очень приятная ткань, видно, что это качественный материал. У серого костюма состав ткани 47% вискоза, 30% плестр, 20% шерсти, 3% спандекс. Сейчас я взяла трикотажный базовый серый костюм. Я всегда своим клиентам рекомендую иметь такой вариант у себя в гардеробе. Именно трикотажный костюм, а не спортивный из футера. И вот эта вещь, она будет прекрасно интегрироваться и в офисный гардероб, и в повседневный. Здесь все в зависимости от того, какие аксессуары вы будете сюда добавлять. Состав ткани 50% шерсть меринос и 50% акрил. Очень приятная к телу, хорошо садится по фигуре. И я взяла еще вариант свитера. Здесь у нас уже приглушенный цвет брусники. Здесь также состав 50% шерсть меринос и 50% акрил. Можете миксовать прекрасно с эко-кожей, с шерстью, с тонкой. Дальше мы переходим к верхней одежде. И меня просто покорил этот полушубок. Сейчас у нас основной тренд. Это искусственные шубы, сделанные под натуральные. Этот тренд уже не первого сезона. И я думаю, он не закончится в ближайшее время. Таких вариантов очень много на подиумах. У нас сейчас возвращаются 90-е. И этот полушубок сделан под полушубок чернобурки. И в принципе, вот прям сразу и не определишь, искусственная эта шуба или нет. Очень красивый, шикарный вариант. Невероятно, вот просто невероятно приятный мех. И выглядит он дорого. Второй вариант шубы сделан под норку. У бренда есть в коричневом цвете. Я взяла базовый, черный. Я покажу вам, как эту шубу дополнительно украшать. В соответствии с текущими трендами. С чем ее можно носить. И у меня еще два варианта пуховиков. У пуховика состав 90% гусиный пух. 10 перо. Мне очень понравился вариант серо-стального цвета. С такими наивными, желтенькими цветочками. И в принципе, в зависимости от того, с чем вы будете сочетать этот пуховик. Он прекрасно будет смотреться и с спортивной тематикой, и с деловой. Например, с черным цветом очень красиво будет смотреться. И если вы боитесь таких вариантов, то рассмотрите их для себя. И вы будете реально выделяться из толпы, из этой черной серой массы. И еще один вариант верхней одежды. Это парка ярко-голубого цвета. Мне захотелось именно яркий цвет. Хотя, как я уже сказала, у бренда есть и более спокойные цвета. Здесь у нас наполнитель Сиберия. Очень теплый, легкий, прочный. Быстро сохнет, экологичный, дышит. Сделан из микроволокон. И что мне нравится в этой парке, что она очень лаконичная. Она подойдет под офисные варианты. Здесь нет ничего лишнего. Большие карманы. Хорошая базовая вещь, если она будет в спокойном цвете. А если вы хотите что-то более яркого, в принципе, ее очень хорошо миксовать и с черным цветом, и с серым. И с другими вариантами я покажу вам. У парки капюшон не отстегивается. У пуховика капюшон съемный. А сейчас давайте приступим к примерке. И начать я хотела с базового серого костюма. И сразу мне захотелось показать вам более сложное сочетание с серым цветом. Здесь у меня актуального цвета сезона джемпер цвета лайма, под который я надела голубую рубашку и шейный шелковый платок. И образ сразу стал более красивым, более интересным. Также вы можете взять ту комбинацию, которую показала нам Миуча Прада для Миу-Миу, и надеть рубашку под поло. Хотя этот вариант очень стильный, но для многих он еще непривычный. И если вдруг вы еще боитесь, обязательно попробуйте. Это шикарная версия на каждый день. Здесь самое главное начать пробовать. Еще один вариант с серым жакетом. Мы внутрь добавляем тонкий кардиган и под него лонгслив. Из украшения я взяла только кулон. И посмотрите, насколько стильно это смотрится. Этот прием нам показала Миуча Прада. И к жакету я добавила брюки черные из эко-кожи, заправленные в ботильоны. Это также один из трендов. И вы сейчас можете заправлять туда и джинсы, и брюки. И брюки из эко-кожи, и какие-то трикотажные штаны. В общем, все что угодно. Это сейчас тренд. Еще один вариант с жакетом. Но теперь уже цвета брусники. Я смиксовала с джинсовой рубашкой и белым лонгсливом. Посмотрите, как красиво они между собой сочетаются. Вниз к жакету я добавила простые базовые серые брюки. Это могут быть серые джинсы, это могут быть голубые джинсы. Тоже будет очень красиво. Из аксессуаров у меня черные туфли. И подыграла я сумкой цвета бордо. Внутри украшение жемчуг. Это достаточно интересный, не банальный комплект. И вас всегда захочется рассматривать. Дальше мне хотелось бы показать вам сочетание серого свитера с серыми брюками. В принципе, вы можете купить этот свитер отдельно от трикотажных брюк. Но я посоветовала вам собрать именно комплект. И мне хочется показать вам, как этот свитер будет работать, если, например, его украсить в офис вот такими великолепными брошами. Сейчас это такой тренд на украшения. И миу-миу показал нам, что мы можем носить такие украшения и на шубах, и на пальто, и на свитерах, и на куртках. И здесь их должно быть много. Они могут быть вообще, в принципе, по всей площади. Мне захотелось сделать небольшое включение именно с одной стороны. Хотя вы можете сделать асимметричные, где-то снизу. И то же самое вы можете провернуть именно с трикотажным костюмом. Под трикотажные брюки надеть туфли и так пойти на работу. Естественно, что вы всегда можете задрапировать свитер очень красиво всевозможными брошками. Вот в данном случае у меня очень красивая звезда. И я показываю вам вариант свитера в приглушенном таком цвете брусники. Посмотрите, насколько благородно он смотрится. Сюда я добавила моно-серьгу, джинсовую юбку серого цвета с потертостями. Подыграла в тон свитеру тем же самым цветом колготок. И посмотрите, насколько красиво молодежный образ на каждый день. Но за счет цвета он выглядит шикарно. Мне хотелось сразу показать вам этот шикарный полушубок под черноборку. Посмотрите, как красиво он смотрится. И сочетается с простым трикотажным базовым серым костюмом. И я, добавив определенные деловые аксессуары, могу так побежать на работу. А могу побежать по своим личным делам, либо пойти гулять с ребенком. В этом образе уютно, комфортно. Он стильный, интересный. Здесь у нас идет тотал грей. Очень красивый монохром. И снизу мне захотелось добавить фактуру змеи в ботильоны. Так как это один из трендов сезона. И он очень хорошо будет сочетаться с таким сложным окрасом черноборки. Мне очень понравились шубы от Макос. Они прекрасного качества, очень теплые. И вы можете их дополнительно декорировать, как нам показала Миуча Прада, для коллекции Миумиу. И получится еще более креативненькая, нежели это просто шуба. И в принципе, в принципе, вы можете брошки накалывать по полной длине даже на рукава. Либо пусть это будет какой-то один участок. И делайте там какую-то композиционную историю, чтобы это было красиво. Я попыталась это сделать. Возможно, у меня еще не очень хорошо получается. Но я буду тренироваться и обязательно буду этот тренд применять. И советую вам шубу носить не только в классическом их исполнении с каблуками, с юбками, но и упрощать их спортивными брюками, каким-то трикотажным костюмом, джинсами. И добавлять какие-то вещи с приколом, чтобы сама по себе шуба эта вещь возрастная. И для того, чтобы убирать этот налет серьезности, нужно добавлять вот именно такие вещицы. И вы можете носить по-разному шубу и со своим родным меховым поясом. Добавлять, например, в пару к нему кожаный шнурок. Либо просто заменять меховой пояс кожаным шнурком. Тоже будет очень красиво. Мне очень понравилась эта парка. Она яркая, легкая, удобная, теплая. В ней комфортно двигаться. Она подойдет под большинство ваших луков. Это могут быть и деловые образы, и полуспортивные. Если вы ищете что-то такое невычерное, то вам именно такая вещь и подойдет. Она может быть яркая, она может быть базовая. Я уже сказала, что в линейке бренда есть базовые цвета. Мне захотелось поиграть именно ярким цветом, так как я его очень люблю. И если вы заметили, то во многих образах я использую трикотажный костюм, потому что он отличный фон абсолютно для всего. При этом он еще и комфортный, удобный, и его можно обыгрывать в зависимости от той ситуации, которая на данный момент у вас есть. Поэтому если у вас еще нет трикотажного костюма, то обязательно о нем задумайтесь. Мне очень понравилась эта серая куртка с наивными цветочками. Она настолько стильно смотрится. И в принципе вы можете сочетать ее не только, например, с серым цветом. Он может быть и такого же тона, и намного темнее. Опять же будет очень красиво, если вы будете добавлять сюда черный цвет. Это будет игра на контрастах. И вытягивать из самого принта те цвета, которые здесь уже есть. Например, у бренда я видела свитер лимонного цвета. Если сюда его добавить, будет очень красиво. Или, например, у нас здесь зеленый цвет. Я добавила его в перчатки. Посмотрите, как здорово все это смотрится. Мне очень комфортно в этом пуховике. Здесь гусиный пух, как я уже сказала. Капюшон отстегивается. Вы можете носить его либо с шапкой и с шарфом без капюшона. Либо, если вы не носите шапки, то очень хорошо будет надеть капюшон. Застегнуть его вам будет комфортно, когда будет холодно. У бренда Макос, помимо одежды, в линейке есть головные уборы и шарфы. Я взяла для обзора два варианта. В сером и в приглушенном цвете брусники. Здесь точно такой же состав, как и в свитерах. 50% мериносовая шерсть, 50% акрил. Очень теплые вещи. Мягкие, тактильные. Шарф широкий. Так что вы можете закутаться в него. И вам будет тепло зимой. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний влог. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка всегда находится под видео. Я там публикую очень много полезной информации. Намного больше, чем на ютубе. Также подписывайтесь на все мои соцсети, чтобы не потеряться. Еще раз напоминаю, что все ссылки и промокоды находятся под видео. А я с вами, как обычно, прощаюсь. Пока-пока.